приветствую друзья у нас тут в поселке короче бензогенераторы все завели авария произошла это видео я кстати пишу из будущего так сказать да но что за авария и как в ней там поступаем сейчас с электричеством авария в общем расскажу будет в этой серии но основная красная линия конкретно этой серии будет про инвертора про их работу короче первое есть у меня инвертор сейчас так он тут на передержке у меня находится между бывшим владельцем и новым владельцем они оба мои подписчики короче об этом я тоже расскажу и вот есть инвертор короче сила 4 киловатт не 24 вольтовый это там новая версия с выносным экранчиком в общем вот такая видите ее ее нужно будет протестировать перед отправкой одному из моих подписчиков да вот посмотрите а эти тесты как он там тянет как работать с бензогенератором есть маленькие нюансы также покажу вам как работает сан лайф инвертор от бобров solar да там тоже некоторые тесты посмотрим как у на меня лить и себя чувствует при полном разряде как там балансировка осуществляется если разбежка в общем сегодняшняя серия она такая прикладная с некоторыми какими-то знаниями которые возможно вам пригодятся вот в будущем будет серия я думаю вот 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 выйдет и она если уже вышла то есть в описании мы смонтировали один там инвент от объекта гибридно давай так назовем его гибридность сетевой вот так наверно его все-таки назовем вот но это в будущем друзья сейчас вы перенесетесь немножко в тепло из-за этого снега да и приятного просмотра вам сегодня у нас короче распаковка посылок первая посылочка это у нас генератор от ветра генератора сейчас расскажу что это и с чем его едят освободим мою ветра елку от лампочек в общем и надо его запускать в работу сегодня ветерочек небольшой включили погодка у нас ухудшилась вот так видите поэтому пусть работает ветер с объекта в полях забрал свой винцант контроллер для ветрогенератора туда уехал там китайский большой контроллер ссылочка будет в описании как я там ветряку делал хвост вернулся домой запустился ветрячок ветер небольшой правда анимометр замерз не показывает силу ветра но обороты видите 290 300 и что-то около 170 там 200 ватт идет потихонечку потихонечку работает есть не просит пусть дает солнечные панели кстати вот эти восточные сейчас на фотон работают вообще короче пишут нету входящего напряжения ну те я еще так и не переподсоединил верхние до последовательно и правильно не установил их все в одну линию поэтому они тоже так себе дают ну вот а ветрячок именно в такую погоду отличненько маслает давайте посмотрим что у нас здесь это инвертор сила и в 4000 ну в общем вот эта версия это 4 киловаттный инвертор с двумя выходами и он на 24 вольта с функцией подмешивания с выносным экранчиком думаю можно рассказать историю этого инвертора значит смотрите мой подписчик залим вот нашел на авито объявление вот этот инвертор человек продавал продавал его евгений а евгений тоже мой подписчик и так получилось что конкретно этот инвертор куплен 2 июня этого прошлого 23 года то есть еще полгода есть гарантия причем документы евгений все положил и дальше залим попросил меня чтобы я договорился с евгением о скидке а евгений мне этот инвертор уже продавал со скидкой вот от розницы которую он выставил на авито да и там была очень хорошая скидка за что евгению спасибо теперь когда залим еще проезда купит солнечные панели купит другое там сопутствующие оборудование то я поеду ему этот инвертор внедрять у него на даче там будет станция автономная поэтому этот инвертор там будет очень классно с функцией дальнейшего развития и расширения мощностей по солнечным панелям но при этом залим сможет нормально много не вкладывая сразу в аккумуляторы то есть не надо там ему будет 4 аккумулятора покупать или 48 вольтовый литий но литий ему туда нельзя потому что там возможно заморозка объекта в какие-то периоды времени вот поэтому в общем выбрали 24 вольтовую версию до инвертора но при этом она уже четырех киловатт и вот так поздравляю залима с хорошим приобретением евгению еще раз спасибо за хорошую скидку в общем вот так вот мой канал соединяет хороших людей но перед тем как поехать залиму на объекта этот инвертор станет у меня в системе немножечко его тоже по тестирую посмотрю как он работает чтобы потом не краснеть перед залимом что что-то пошло не так опять зима у нас включили и ветрячок потихонечку давит свои вон 200 ватт как минимум перекрывает полностью подогрев батареи которые у меня стоят на улице вот 22 градуса это над нагревательным элементом и контрольно в середине аккумуляторов сейчас я думаю вы увидите внизу вот 22 и 1 в общем все совпадает кстати да правой ящик с подогревом я вам еще расскажу потому что ну есть маленькие нюансы которые кто не знает может там думать что в них там появляется точка росы или они неравномерно нагреваются все это просто от некомпетенции людей такие заблуждения давайте я вам расскажу сейчас про закон подлости смотрите если есть у вас болт либо гайка да которые имеют возможность упасть в вентилятор то знаете по закону мэрфи они обязательно туда упадут в общем два вентилятора два болта крепления аккумуляторов открытые вот видите да крыльчатки здесь и здесь по закону мэрфи в одну из крыльчаток упал болт вот она видите поэтому если у вас вот так вот клеммы и рядом вентиляторы ну чем-нибудь наклеена накройте их чтоб потом не тратить еще кучу времени чтобы вытащить болт из крыльчатки после крайнего видео где я показывал что клеммы на аккумуляторы от этих инверторов лучше подключать либо через лампочку либо какое-то сопротивление либо как я вот делаю просто ниточки вот такие проводника распускаю и через одну ниточку она перегорает пару раз я заряжаю кондеры объясню сейчас почему мне поступают уже от моих зрителей сведения и информация что мощные инвертора не важно производитель их не важен но возможны короче негативные последствия в виде сгорания ключей то есть друзья смотрите сейчас объясню по идее вот это подсоединение нужно делать через автомат да ну по нормативам и по схемам и на расключенном разъединенном давайте так скажу извините автомате мы подключаем клемму на плюс-минус и потом уже подключаем автомат а он может скомпенсировать разряд зарядный точнее ток кондера вот но здесь автомата нету и даже если у вас есть автомат не пренебрегайте таким моментом как подключением плюсовой там минусовой проверяем клеммы через какое-то сопротивление вот видите вот вот так зарядили кондер и только потом уже присоединяете и прикручиваете клемму вы наверно слышите тут у меня стабилизатор постоянно щелкает видите какое у нас входное напряжение то это еще нормально нормально у нас и 140 и 110 бывает вот сейчас полностью мой дом обеспечивает санлайф сейчас у нас есть солнышко потребление 230 ватт от солнышка идет тут 300 с лишним при этом поле задушена я думаю потому что смотрите аккумуляторы заряжены с них ничего не берется от сети он отключены но как отключены электроника там питается от сети эта тема про жор таких инверторов она отдельно говорю за имею нормальный прибор замера этой мощности замерю но пока у нас даже в аккумулятор идет там 1 и 8 ампер зарядный ток до заливается то есть сейчас я полностью автономно нахожусь на ну на энергии солнца вот ну чтоб чтобы стабилизатор не щелкал друзья его просто переключу в режим байпаса хорошо смотрите так исчезает эти 220 сейчас они появятся уже не стабилизированный но инвертор пока работает только от солнца недостающую мощность в этот момент он будет брать от аккумуляторов подсоединил я аккумуляторы что скажет сила все генерирует ой владелец предыдущий сразу выключил звук молодец я еще думаю что это она не запищала кстати сразу смотрите 29 и 4 вольта показывают батареи да это 28 и 9 и 29 и 3 давайте как раз друзья затронем эту тему когда на ваших да не важно на ваших на моих на любых приборах измерения напряжения до показывается вот такая вот средняя по палате температура я неоднократно слышал меня пугают мои назовем так доброжелатели да в комментариях что вот у тебя литий короче горят машины горят дома и все остальное я вообще не как сказать не сомневаюсь в их правоте горят дома горят машины загораются аккумуляторы вздуваются короче ну со всеми не очень хорошими последствиями дат для конечного пользователя вот но важный момент и я часто акцентирую на этом внимание в своих видео смотрите всегда замеряйте за крайние две недели сломал уже четыре держателя телефона блин поэтому если у вас нету ну явно поверенных точных приборов измерения напряжения там мультиметров да то найдите среднюю по палате там максимум попробуйте приборов применить да и никогда не настраивайте оборудование на полный заряд аккумулятора и все особенно это но актуально с литием долить и не прощает перезаряд как это может простить допустим свинец хотя гелевый допустим аккумуляторы если вы будете перезаряжать регулярно они высохнут но высохнут так называемых в кавычках но они действительно высыхают и теряют свою емкость вот с литием это очень актуально поэтому я там показываю литий у меня там греется смотрите 29 и 3 28 и 9 29 и 9 29 и 4 29 0 7 29 и 2 конкретно для себя я вывел что мультиметр у меня показывает правильно этот инвертор показывать на 0 2 меньше этот в частности показывает на 0 2 больше контроллер ветрогенератора показывает где-то на 0 1 больше от номинала вот ну этот зелененький вообще в счет я не беру он сразу брехал и заниматься его калибровка я даже не хочу он считает повышенное чуть-чуть напряжение ну чуть пониженный ток перемножив мы получаем ту же самую мощность ваттах поэтому но с ним я заморачиваться не буду и вы друзья тоже проверьте свои приборы измерения напряжения если у вас точной уверенности нету что они там показывают точно до ваши инвертора то лучше чуть-чуть занизить если у вас литий напряжение заряда чтобы не было действительно перезаряда в инверторе в этом есть легкий треск такой не знаю как там ультра звуковой да но я его слышу это как раньше телевизоры немножко трещали вот точно так же этот инвертор санлайф так не пищит кстати вот она бирочка с него то я разговариваю разговариваю что за инвертор я вам так и не показал нами нормально этот инвертор может работать от минус 10 до плюс 50 кстати как-то у нас там был диалог с одним короче адептом дюэ инверторов какая степень защиты короче у этих инверторов он сказал что что-то там 20 по моему нет 21 все таки то есть брызгать на него водой не нужно но друзья они все с вентиляторами поэтому если вы его поместь поместите в водную среду вот или будет очень высокая влажность и будет жесткий туман в атмосфере да то тоже будет проникать туда влага это учитывайте козырёчек и все будет нормально даже на улице при минусовой температуре вам будет работать вентилятор кстати работает у него постоянно у этого тоже санлайф тоже вентилятор один вентилятор работает постоянно 2 подключается по мере увеличения нагрузки либо зарядного разрядного тока и наверно здесь точно также будет подключаться с модулируемой частотой 2 вентилятор зависимости от нагрузки и от мощности заряда потребление когда он работает без сети бессолнечных панелей 1.5 ампера напряжение у нас давайте рассматривать 29 вольт на бардак еще раз прошу не обращайте внимание так давайте подключим солнечные панели напряжение у нас надо посмотреть ческ вот 182 вольта видите ли активировал падение напряжения но кстати не сильно наверное да за заряженный аккумулятор традиционный фен нагрузка является поле просела до 132 130 вольт мощность при этом с поля идет 470 ватт остальное добирается до 900 ватт еще добирается из аккумулятора то есть где-то полтора киловатта сейчас идет нагрузка по фену ну все работает главное солнце раскачивается аккумуляторы работают 220 вольт генерируется приходящий 220 вольт оставил также на сан лайфе но весь дом переключил вот таким поводочком на работу от этого инвертора 300 ватт идет от солнечных панелей 220 ватт идет внутри помещения так давайте нагрузим его тепловым насосом произошел старт все нормально пике было 5 2 киловатта это по линии аккумуляторов прошло сейчас здесь ну также 300 ватт видите вырабатываются от панели 1 и 26 киловатта сейчас потребляется всем моим домом отлично мощность потихоньку раскачивается но давайте еще и фен включим фен у нас тоже весь дом на фене слышь ты не фраер мы здесь тоже не фрешаки из дупла а фраеров по фене мотали пока ты еще пупок разматывал усек простите так с феном сейчас 2 и 3 киловатта с аккумуляторов точнее 81 ампер идет но давайте вторую скорость включим на фене 3 из 7 киловатта 140 ампер идет так ну тянет нормально выхода здесь два на основные нагрузки и на те которые нужно максимально долго обслуживать ну конечно тесты с бензогенератором подключаемся так увидел он 220 все отлично ну давай включай зарядку пока только байпас сразу включился хопа не может нагрузиться если что нагрузку в доме я снял так видит байпас ну все отлично включился и в режиме зарядки параллельно и от солнца и от генератора ну вот сети он включил зарядку то есть даже без танцев с бубном при частоте 49 и 5 при напряжении 265 по нифига себе да нет но это не 265 вот опять же откуда вот такое высокое здесь напряжение берется заметил такую особенность друзья бензогенератор работает но это очень важно сейчас он будет шуметь я убавлю чуть-чуть звук да но слушайте изменяется ли работа бензогенератора сейчас там идет заряд 10 ампер ну плюс дом потребляет да там ватт 200 максимум вот то есть до полукиловатта нагрузка на бензогенератор я сейчас вам покажу сейчас мультиметр и вы обратите на ванну именно на напряжение там там час 260 270 вольт переменки представьте да но при этом вы тоже заметили чистота там 49 ну там 50 герц приближенная смотрите сейчас я вытыкну вилку которая идет туда через удлинитель на инвертор и посмотрите обратите обязательно внимание изменится ли и если изменится то как чистота работы бензогенератора и как изменится напряжение давайте внимательно смотрите за напряжением и слушайте генератор очень важный момент друзья что я хотел и сейчас я вам объясню смотрите когда инвертор начинает включаться да и получать энергию от бензогенератора включает байпас включает зарядку не изменяя нагрузку особо прям явно заметно на бензогенератор бензогенератор у меня нормально стоит регулировка оборотов для поддержания напряжения частоты все нормально неожиданно мультиметр мой начинает показывать опять температуру на луне с 270 вольт по факту их нету этих 270 вольт и точно так же эти же 270 вольт показывает еще и табло на самом инверторе то есть друзья какие-то непонятные импульсы непонятные помехи ну как хотите так это и называйте этот инвертор начинает отдавать назад при работе от бензогенератора что приборы учеты напряжения показывают какую-то фигню но явно друзья не меняется обороты не меняется частота и напряжение но не увеличивается нету никаких предпосылок для увеличения фактического до физического увеличения напряжения до 270 вольт но приборы показывают эти 270 фигня какая-то все я переключаюсь назад на санлайф дом работает от него сварочные тесты я не буду проводить с этим инвертором но явно он их выдержит уже как бы я тут даже не вижу смысла и делать но такую особенность я вам показал на выходе сразу 270 вольт при работе от бензогенератора без изменения работы самого бензогенератора но инвертор этот нормально запускает зарядку от бензогенератора без танцев с бубном вот фильтры конечно бы наверное стоит ставить туда и я уже заказал один посмотрю и как работает санлайф этот инвертор с фильтром от бензогенератора если еще на тот момент будет у меня этот инвертор сила до в наличии то тоже через фильтр попробую бензогенератор , помехи друзья но это явно помехи и многие из вас пишут в комментариях что очень много составляющих которые влияют на измерение напряжения нашими вот этими китайскими мультиметрами и существенные там идут помехи погода у нас меняется просто вообще вчера было плюс 15 юг однако и это очень хорошо сегодня минус 10 и снег я как бы экономлю электроэнергию поэтому заряжать аккумулятор от сети я не стал и отключил вообще такую функцию режим зарядки стоял только от солнечных панелей ну вот в общем просаживается напряжение оказывается у нас свет тут выключили сейчас посмотрю по статистике когда как давно его точнее выключили так если смотреть на open мониторинг системы моей дать то давайте посмотрим когда у нас выключили свет в семь утра ну да в общем получается мне было у нас два дня солнца аккумуляторы не заряжались от сети и совсем слабо поддерживались от солнечных панелей соответственно холостой ход выел немножко аккумуляторы они просели вот по графику даже видно что мощность солнечных панелей вот вчера всего лишь было 55 потом спад потом ну короче не более 160 ватт была мощность солнечных панелей вчера в обед ну соответственно всю ночь мы кушали энергию из аккумулятора панельки у меня снегу пограничные напряжения видите 20 129 мппт не раскачивается вообще немного мощности дает восточное поле солнечных панели там две штучки которые висят у меня над входом вот это но основные панельки у меня вот так если бы был у нас ветерок то снег бы сдуло самого над деревней прям такой гул бензогенераторов стоит ну вот зарядочка пошла уже 60 ватт уже электронный нормально фотоны точнее достигают кремния без помех и мощность сразу появилась для сомневающихся сразу скажу что конкретно эти панели вот так установленные работали у меня еще и на инвертор с мппт контроллером который мог забирать напряжение низкое то есть у меня было 60 вольт на панелях и 24 вольтовая система вот и панели были там подсоединены параллельно то есть вроде как большой ток и низкая ну не слишком высокая там не до 200 не до 500 вольт напряжение на панелях и точно так же солнечные панели под слоем снега не работают напряжение дают силы тока нет от производное напряжение умноженное на силу тока равно ваты я считаю что работа солнечных панелей выражается именно в мощности они просто в напряжение соответственно не работают солнечные панели под снегом ни в каком режиме подсоединения кстати sunlife работает при температуре минус 9 нормально отключение инвертора стоит на 23 и 5 напряжение на аккумуляторах 24 но есть еще небольшой запас ну и вот статистика показывает 80 ватт идет от панели сейчас 7 процентов в аккумуляторах и 255 берет дом но в том числе вот компьютер работает котел холодильник так ну что 10 часов у нас потребление в доме 330 отсюда 90 ватт в общем суммарно пошел плюс видите в аккумулятор то есть сейчас энергия от солнца суммарно перекрывает ну в ноль пока в плюс 20 максимум ватт короче потребление моего дома ну все живем я думаю аккумулятор не успеет разрядиться потому что солнышко видите тоже начинает выходить я надеюсь аккумуляторы подзарядятся потому что сейчас сообщили нам тут в поселке в группе что авария короче провода выгорели то есть наступили морозы люди включили обогрев электрический не у всех тут есть газ и начали отгорать провода еще понаставили этих семисторных стабилизаторов вроде как бы до поднимается напряжение но нагрузка на сеть растет еще больше и даже замороженный проводник до наш хотя он весь растаянный сколько мы наблюдаем этот момент то есть очень сильно греется сам проводник здесь на дачах ну что до меня только километр от подстанции вот протяженность вообще поселка он прямой знаете не звездочка как таковая прямая линия и тут полтора килограмма километр 200 точно есть короче на крайних участках пока бензогенератор не завожу позвонил тестю если что им отвезу ему его надо кстати по соседям тут пройтись спросить может быть кто-то еще замерзает в общем да не подготовленным признаюсь я подошел к началу морозов да ну думал что экономия то есть я ранее включал конечно режим зарядки аккумулятора от сети там 2 ампера ставил и он постоянно поддерживался заряженным вот без фанатизма да но свет выключили а я немножко не готов давайте пока такая ситуация есть проверим что там с разбежкой по напряжением улите да конечно я его сейчас немножко подморожу ну точнее охлажу так скажу скажем сейчас в коробке 21 и 5 в центре 21 и 5 если что смотрите один датчик у меня лежит прям непосредственно над элементами нагревания да а другой датчик лежит в центре датчик который следит за выключением нагрева он находится именно над элементами и так погнали наши городских я буду вам говорить если что рандомно буду нажимать кнопочки так поехали 1 1 банка которая сборная 343 давайте вот так буду 2 3 42 3 3 41 4 3 42 5 3 42 6 7 где-то пропустил 342 давайте следующие рандомно также 343 342 341 342 342 342 ну в общем не вижу я никакой кромолы здесь все отлично сейчас 342 здесь 343 а вот одна есть у нас тоже которая именно половинчатая которая разделанная соединенная вот 343 а ну-ка секунду 343 6 342 и 3 туда вот тут вот на сотку одну одну они начинают больше те которые располовиненные в этой ситуации показывать чуть-чуть больше так вниз именно когда вот тут 342 раз половиненная 343 вот в общем вниз идут равномерно тоже отличие имеют только половинчатые вот эти вот банки которые я перри подсоединял для достижения 24 вольт полноценных да и без потерь емкости они чуть чуть больше заряд имеют вымораживается уже остывает виде 13 4 я думаю что прогрев аккумуляторов он позитивно сказывается и на сроки эксплуатации и на емкости в итоге 100 ватт в плюс уже хорошо но до вечера в любом случае протянем а потом включат сети я думаю что аккумуляторы зарядятся именно от сети я включил зарядку 40 ампер я думаю за за ночь компенсируется но если продолжится такие морозы явно будут аварии дальше электрики вышли из положения вот так просто сип дополнительный тянут то есть тем самым увеличивают сечение проводника прошло полчаса работы идут едем назад смотрю сейчас короче у меня 400 ватт идет от солнца и потребление в доме у меня сейчас 100 200 ватт давайте так считать и потихонечку заряд аккумулятора идет солнышко у нас при этом какое-то вот такое до перегородили дорогу пока тянут в общем тут получается они горят 800 метров прокинут отдельным короче кабелем и либо закольцуют тем самым увеличив общее сечение проводника либо остальную часть там нашего поселка пустят чисто на этом новом сип кабеля но это уже в процессе будем сейчас выяснять еще один эксперимент меня просили провести значит проверить если фаза на клеммах аккумулятора есть свечение видите да это на клеммах аккумулятора но на плюсовой тоже вот есть немножко так теперь на клеммах солнечных панелей ну легкое свечение есть легкая совсем легкая легкая но есть если пальцем тронуть вот явно загорается так и теперь тест проверки разницы потенциалов между клеммами солнечных панелей аккумуляторов и землей я нашел в колодки так давайте попробуем к минусовой клемме аккумулятора ну что это у нас меньше вольта переменки так теперь на плюсовую что у нас тут ничего нету теперь на солнечные панели на плюс 170 вольт и на минус солнечных панелей 170 вольт переменка здесь есть и причем на клеммах аккумулятора контроль к светилась намного ярче чем на солнечных панелях ну как есть так и есть еще один маленький эксперимент вот с этой силой которая ранее вы видели что в бензогенератор по входу если замерять до напряжение как только она включает зарядку почему-то на бензогенераторе реально растет растут показания обращу ваше внимание показания не фактически на при ну не фактическое напряжение а именно показания на вольтметре на обычном приборе вот на таком оно растет то есть какие-то помехи назад отдаются вот в эту розетку до сторону бензогенератора возможно эти же помехи отдаются и в сторону 220 вольт но какой я эксперимент сейчас проведу сейчас несущими 220 вольтами да будет для нас вот этот инвертор пока у нас тут как раз деревне свет выключили да вот он генерирует сейчас этот инвертор 220 вольт мою систему и в том числе вот в этот пилот вот в эту розетку сейчас мы эту розетку подключим ну на вход этого инвертора этот инвертор включит зарядку он будет заряжать мои же аккумуляторы из этих аккумуляторов будет браться энергия вот сюда но частично еще от солнца генерироваться 220 вольт и опять отдаваться в розетку ну то есть такой псевдо вечный двигатель я тут пытаюсь изобрести но не об этом видео и сейчас посмотрим как работает ну не будет ли вызывать вот эти помехи до создаваемые этой силой какие-то глюки именно у 2 инвертора который является несущим сейчас и так все включил здесь стоит зарядка от сети 10 амперами сейчас он запустится включилась зарядка 10 ампер видите да напряжение на аккумуляторах здесь отключения 23 5 напомню сейчас еще есть напряжение на аккумуляторе но давайте вот выждем это мультиметр пищит давайте вы ждем сейчас и посмотрим что будет по инвертору вот видите тут 500 ватт потребления идет сейчас в дом но в дом с учетом вот этой закольцовки инвертора и его зарядки то есть там грубо говоря 20 250 ватт смотрите друзья прям на глазах у вас этот инвертор уходит защиту хотя аккумуляторы не просаживалась у них напряжение он просто ушел в защиту красным засветился выключился и все и причем даже знаете f55 ошибка 55 давайте посмотрим что это за ошибка f55 превышение постоянной составляющей на выходе переменного тока поняли да то есть постоянная составляющая на выходе в данном случае вот сюда приходил этот выход 220 вольт куда как раз таки давайте назовем это так серит чем-то конкретно вот эта модель силы вот то есть инверторы эту помеху видит и уходит в ошибку вот друзья еще такая особенность помимо того что мультиметр показывает короче повышение напряжения до якобы повышения напряжения от бензогенератора так еще и вот этот инверторы являясь несущим 220 вольт для этой силы тоже уходит в ошибку так что сила вот в эту сторону чем-то все-таки срет ну давайте друзья еще справедливости ради сделаем наоборот в данном случае сейчас сила является генератором 220 вольт от аккумуляторов на его на ее выходе есть 220 вольт и я сейчас подключу на вход этого инвертора именно несущие 220 вольт который генерирует эта сила и посмотрим как поведет себя сила вызовет ли ошибку конкретно санлайф это все для чистоты и справедливости эксперимента смотрите на санлайфе видите появляются входные 220 ну 230 от силы сила стала ну генерировать 220 вольт растет мощность на выходе в данном случае это вот 150 ватт но обратите внимание 345 вольт ампер давайте 140 ватт из них 139 потребляет дом а остальное еще без зарядки даже аккумуляторов потребляет именно инвертор но ватах совпадает а вот вольт амперах существенно больше но не в этом даже сейчас суть давайте посмотрим как долго будет работать санлайф и уйдет ли в ошибку сила если такая же составляющая негативно влияющая на работу гибрид инвертора да у санлайфа но вроде нету блин не хочу противопоставлять эти два инвертора друзья правильно поймите я не рекламирую сейчас не санлайф не пытаюсь опорочить силу просто вам по факту показываю вот этот эффект что у этой силы есть какая-то негативная составляющая которая завышает показания напряжения которая идет с бензогенератора и негативно влияет на работу вот такого же вроде семейства вольтроник инвертора да но давайте так скажем чуть-чуть другой сборки блин ну нормально санлайф ничего не дает в сторону силы давайте еще для чистоты эксперимента я сейчас отключу солнечные панели чтобы включилась зарядка этим санлайфом тех же аккумуляторов и посмотрим вот даже смотрите друзья charge 40 ампер видите выставлена зарядка от сети у меня сейчас ну что киловатт киловатт 300 тянет эта сила дает и смотрим уйдет ли в ошибку сила или нет подождем 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 так а ну-ка ватах сколько здесь идет получается ну да вот так тоже 1214 но это за счет еще вот потребление в доме так в общем в общем но работает санлайф и при зарядке ничего негативного в обратку на силу не дает итак напряжение включили провода протянули но это никак не помогло конкретно моей фазе это никак не помогло тянули ли они нагрузки на все три фазы закольцевали ли они или именно отрезали часть нашего поселка от основной сети и протянули отдельный этот тип я вам сказать не могу но напряжение явно лучше не стало даже немножко хуже но возможно сейчас все начали подтапливать свои помещения которые вымерзли у них у людей вот такое вот входное напряжение друзья но стабилизатор нормально вытаскивает дает 210 вольт и даже он 40 ампер идет зарядный ток в аккумулятор от греха подальше не буду дожидаться солнышко лучше заряжусь от сети пока она есть и буду стоять заряженными аккумуляторами и ждать очередной коллапс вот такое видео друзья вы немножко посмотрели до просветительская про эту модель инвертора ну на самом деле я бы если разработчики или как инженеры фирмы технолайн который завозят эти инвертора силы да по чьей торговой маркой они производятся я бы обратился бы вот с такими вот глюками на завод производитель и задал бы вопросы там ребятам в китае что они начинают делать немного не так что начинается вну возникает вот это вот составляющая негативная на получается на входе этого инвертора но то что он будет работать с сетью нормально это уже были у многих ну тесты проведены что они работают с бензогенератором нормально заряжает и работает тоже хорошо ну вот только завышают приборы обращу ваше внимание приборы завышают напряжение показания напряжения потому что сам бензогенератор по ну чистоте по напруге на себя да он никак не увеличивает обороты если мультиметр может показывать да ну космос там какой-то из-за искажения конь косинусофии за каких-нибудь там активных реактивных составляющих да то уж точно обороты вала они явно связаны с напряжением из чистотой вот обороты вала именно самого генератора до мотора не изменялись соответственно вот это повышение до 160 вольт брехня по факту там нормальные 220 230 вольт было на входе но инвертор мой новый санлайф да видит эту нехорошую составляющую и выходит в ошибку 55 да по моему там она была уже забыл вот так что вот так санлайф инвертор меня радует все нормально вот работает заряжает все никак руки у меня не доходят сделать правильное поле на него солнечных панелей строго там на юг допустим в одну линию выставить но это тоже в будущем пока погода как говорится не располагает вот так друзья кому было полезное видео это ставьте лайк спасибо всем за просмотр кто может хочет что-то написать пишите в комментариях вы думаю видите да я в рамках своих возможностей да и свои компетенции пытаюсь отвечать вам либо в комментариях там под своими видео либо вот как сегодня про если там ноль до фаза точнее на плюсах минусах аккумуляторов и солнечных панелей и какая разница в потенциалах если человек который задал мне этот вопрос ну сейчас видел этот ответ да я также напишу там ответ этот в комментарии ему ну прокомментируйте с чем это связано как это может негативно влиять короче или не влиять на работу вообще инвертора то что конечно надо быть предельно осторожным и не хвататься там за плюс-минус солнечных панелей это понятно и за аккумулятор ну за аккумулятор не было вы обратили внимание именно на солнечных панелях пощипывает током и меня пощипывало но я так думал что это высоковольтная составляющая самих панелей она как бы пробивает да поэтому я там особо не этого не ничто ну не трогаю голыми руками до высоковольтные провода идущие солнечных панелей но если какой-то есть какая-то особенность в этом есть напишите в комментариях мне будет это полезно в дальнейшем но вообще в практике в применении до этих знаний дальше в практике все друзья я продолжаю ветрогенератор я пока не разобрал опять же говорю погода не позволяет сейчас заниматься этим на улице но его нужно будет перематывать он сгоревший как я ранее говорил и скорее всего серию отдельную я вам сниму про перемотку того ветрогенератора все всем пока хе-хе зима